Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я буду жить на косарь. Возможно, кто-то из вас сейчас уже удивился и будет спрашивать, блин, ты вообще как, ты норм или ты не норм, потому что выжить на 1000 рублей за один день, это не то, что более чем реально, тут можно шикануть. Я не имею права пользоваться своей машиной, в которой есть бензин, я не имею права, чтобы меня кто-то подвозил бесплатно, я не имею права есть дома ту еду, которая дома у меня есть. В общем, я ничего не имею права использовать, не оплатив. Соответственно, сегодня я должна буду кушать, пить, ходить на какие-то развлечения и даже, возможно, покупать себе одежду на 1000 рублей. И делать я это буду не одна, а в паре с моей подругой-тельняшкой. Сегодня у нас с ней такой своеобразный челлендж. Кто же на 1000 рублей лучше проживет этот день? И да, чтобы вам было интересно смотреть, в самом конце видео, кто из нас хуже проживет этот день, должен другому будет отдать 10 тысяч. Что значит, кто проживет хуже? А тот, кто хуже финансами своими, распорядится. Чтобы жизнь не казалась медным, сейчас я задам вопрос своим подписчикам, и вы будете давать мне задание, которое мы должны будем стилькой сегодня выполнять. Возможно, вы нам скажете, иди в салон красоты, и тогда это будет полный трэш, потому что я не представляю себе, как в Москве можно пойти в салон красоты, не потратив при этом 1000 рублей. Разве что ты зайдешь туда, попросишь у них зайти в туалет и выйдешь. Ребят, я сейчас снимаю видео, где я буду жить на 1000 рублей. И смысл в том, что вы должны давать мне задание, а я должна эти задания выполнять, при условии того, что у меня есть только 1000. Какое задание вы мне дадите? Может быть, купить себе одежду? Итак, помимо обычного распорядка дня, это проезд, питание, питье и развлечение, мы должны будем сегодня потратить деньги в магазине, то есть купить себе одежду на 1000 рублей. Что ж, давайте посмотрим, у кого получится лучше, у меня или у Тильки. Пишите ваше мнение в комментарии, пока я еще не начала это видео. И давайте уже приступим. Ах да, обязательно подпишись на мой канал. Так, включи себе уведомление о аппликациях, если ты еще, конечно же, на меня не подписан, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Кончайте, девочки, кончайте со мной, шутите. Я пришла именно в Ашан, потому что я помню, когда я еще давным-давно снимала видео про обзор косметолога из Ашана, что-то супер дешевое здесь было. О, 50 рублей. Блеск для губ Мэрилин. Но он в таком состоянии, понимаете ли, продается, что как-то самую малость опасно это приобретать. Мы ищем дешевую косметику. Я могу 2 рубля заплатить. Ништяк, давай, я как раз снимаю видео, мне деньги нужны. Ништяк, 2 рубля. На помаду мне. Да, давайте. В директ потом напишите ваши аккаунты, я вас подпишу. Серьезно? Ну, конечно, вы же мне деньги заплатили. А вы что думали, я вас на бабло развела? Удобно быть блогером, потому что люди дают тебе деньги за то, что ты подписываешь их аккаунты. На эти деньги я буду покупать себе больше косметики. А, у тебя всегда реклама так дешево стоит? Нет, только для подписчиков, которые случайно попали во время съемки. Бэм. Во. Карандаш за 27. Идеально просто. Знаете ли, я возьму себе вкусняшку, потому что жизнь без вкусняшки полный отстой. А еще нужно на ночь себе дождь взять, а то вечером будет совершенно нечего кушать. Возьму себе вот этот доширак. Сегодня я точно так же, как и Лиса, живу на 1000 рублей. И поэтому я немного подумала. Первое, что я хочу сделать, это, во-первых, найти себе относительно какой-то дешевый завтрак, а, во-вторых, нужно придумать что-то с макияжем. Самое время пойти в фикс прайс и купить себе что-то там. Я бы взяла какое-то вот пирожное за 7 рублей. Вот, лапша. Лох-лапша. Лиса, я нашла лапшу дешевле, чем в Ашане. 5 рублей. Берем две. Одна будет на завтрак, другая на обед. О, они еще и разные. Конечно же, я беру себе воду на завтрак. Я нашла себе сок за 10 рублей и просто воду Святой Источник за 9 рублей. Газированную. Я выбираю 9 рублей. И возьму себе сок. Ну что же, я уже вернулась из магазина, из фикс прайса. Кстати, была моя самая первая площадь, я не взяла с собой пакет, и я потратила 2 лишних рубля на пакет. Время завтрака с лох-лапшой из фикс прайс. У меня прям в последнее время благодаря Лисе какие-то экспириенсы лапшичные. Так, я не могу ее открыть, это ее первый минус. Вот. Могу сказать то, что до того, как я это сделала в воду, пахло гораздо приятнее. Сейчас пахнет почему-то сыром. Лапша явно очень дешевая. Бульон не мое. Но мне придется это есть, ведь это мой завтрак. Как бы выбирать не приходится, кушать же надо что-то. Надеюсь, ты десерт меня не разочаруешь. По ощущениям он как будто полежал. И впитал в себя сырость какую-то. Не знаю, как это описать. Я очень часто, как говорит Лисе, сравниваю все со старой бабкой, но это хорошее сравнение для всего, что имеет подобный вкус. Как видите, там достаточно бюджетные цены, поэтому пойдемте посмотрим, собственно, что можно там перекусить в качестве завтрака. Завтрака в 16.40. Ставь лайк, если ты тоже завтракаешь в 16.40. Обожаю. Здравствуйте. Спасибо. Я решила взять средний размер. Там был еще вариант за 59. Но я подумала, что за 59 я, скорее всего, не напьюсь, а этого напитка мне хватит. Ну, достаточно на долгое количество времени. Собственно, теперь осталось выбрать себе еду. Здесь самое дешевое, что я вижу, это 15 каких-то пельмешек за 115 рублей. Давайте это запомним, пойдемте дальше смотреть. Блин за 85. Но одним блином, знаете ли, сыт не будешь, поэтому идем дальше. Огромная крошка картошка за 80. А я думаю, что крошка картошка будет идеальный вариант, потому что всего 80 рублей. Давайте ее закажем. Блин, такой стыд на самом деле. Оказывается, сама картошка стоит минимум сотку. То есть наполнитель еще сверху. Поэтому пойдемте, наверное, в самые первые пельмени. Возьмем их 15 штук за 100 рублей. Это будет гораздо лучше, чем взять себе вот этот вариант. Довольно-таки сытно, я так понимаю, у меня получается завтрак. Потому что это реально очень-очень сытные пельмени. И супер сытный мока. Я пришла уже в магазин, и я заметила то, что тушь и накладные ресницы стоят плюс-минус одинаково. Поэтому я решила взять накладные ресницы. Ну ладно, что есть, то есть. Во-первых, я купила себе макияж. Это всего лишь накладные ресницы. Это единственное, что я смогла найти фикс прайс. Там была еще тушь, но тушь стоила точно так же. Поэтому я решила, что лучше возьму накладные ресницы. И хотя бы при помощи них сделаю себе более-менее какой-то типа макияж. Natural. Ох, сейчас будет фейл. Клейся. Пошла я, короче. Как это клеить? Как? Как это клеится? Кажется, я прогадалась со своим вариантом макияжа на сегодня. Нет, вот на руку оно хорошо наклеилось. Это фиаско, братан. Чего оно не клеится-то? Тупая какая-то хреновина, кривая. Хьюстон, у нас проблемы. Почти же. Получилось почти. Но оно все равно не держится. Оно все равно не держится. Ну что же, мои попытки наклеить ресницы не увенчались успехом, поэтому я иду гулять. Я поеду на метро, потому что это дешево и сердито, и как бы хорошо, и быстро. Так, нам нужна одна поездка. 55 рублей. Собираем каждую копейку, приходится все. Джекпот. Джекпот. Пришла Тилька, снимает капы. Я ем пельмени. Я сегодня ем вообще целый день одну лох-лапшу за 5 рублей из фикс-прайса. У меня обед, между прочим, с собой. Если хочешь, я давай уделюсь потом. Кушай, обедаем. Можно пойти и купить одежду в какой-то магазин на распродаже, и как бы это ок. Но второй вариант, почему бы ее не воспользоваться, это пойти и купить одежду в секонд-хенде. Правда, я не знаю, какие сейчас расценки в секонд-хенде, потому что, по-моему, раз там была, когда я училась в школе, но заодно и проверим. Итак, у нас получилось 196 рублей за две вещи. За юбку, которая, кстати, реально объективно классная, когда зашла, вообще удивилась. И за белый базовый топ. Ну, как-то так выглядит лук, который я подобрала в секонд-хенде. Я думаю, что все, когда ходят в секонд-хенд, покупают костюм топовой школьницы. Ну, впрочем, скоро сентябрь, так что... Что я могу вам еще сказать? Ше, школа, пишите, в какой класс переходите. Я уже приехала в торговый центр, и теперь моя задача найти себе одежду. Но одежда здесь обычно дорогая, ну, скажем, такая нормальная. То есть, явно в тысячу рублей я уже не уложусь, а у меня осталось гораздо меньше. Примерно где-то 800 рублей плюс-минус. Поэтому мне нужно как-то исхитриться. Я вам скажу, что она очень даже не дешевая. Я думаю, я на одежду весь свой бюджет оставлю просто оставшийся. Когда я увидела эту вещь, я не смогла удержаться на тяжелую витон. Как бы, ну, вы видите. Луи Витон за 800 рублей. Где вы такое увидите? Поэтому я пойду его покупать. Все потратила, да? Осталось 100 рублей на весь день? Да. Собственно, как-то так выглядит мой костюм от Луи Витон. Стильно, модно, молодежно. Все, я иду в метро. Вещи здесь. Метро там. Следующее задание – подобрать какой-то подарок кому-то. Если честно, кроме как фикс-прайс, мне в голову больше ничего не пришло. Так что давайте попытаем удачу здесь. Ну, если честно, только в подарок. Наверное, вот это самый нормальный будет. За 100 рублей, правда, я хотела все-таки что-то за 50 найти. Но, наверное, это самая адекватная вещь, которая здесь есть. Какая-нибудь солидно выглядающая под кожу с рекозой. Во, я нашла отличную рамку за 100. Мне кажется, это гораздо солиднее, чем блокнот. Шикарно. Еще минус сотка. Мне нужно пообедать. Знаете, я столкнулась с мыслью о том-то, что мне не в чем заварить мой доширак. Поэтому я пришла сейчас в Ашан и буду покупать себе пластиковую тарелочку. Надеюсь, что я найду какую-нибудь глубокую пластиковую тарелочку. 45. У меня нет 45 рублей даже. 20 рублей. У меня прям на целую семью здесь будет. На оставшиеся деньги я решила себя побаловать. У меня осталось 9 рублей. Куплю себе виноград. 6 рублей. Я уложилась в бюджет. У меня осталась последняя надежда. Это пойти куда-нибудь в магазин и попросить бесплатно налить кипятка, чтобы заварить свою лапшу. У меня есть теперь на десерт виноград, яблочный мой сок и 10 тарелочек. Здрасте. А у меня странный вопрос. Вы можете мне кипяточку налить? Вот сюда прям можно. Нет? Ой, спасибо. О, у меня есть кипяток. 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 Правда, у меня лапша не входит. А есть я чем буду? У меня нет приборов. У меня нет приборов. Ладно, пальцами поем. Пока можно открыть сок, кстати. У меня нет трубочки. Куда пропала трубочка? Она же здесь была. У меня трубочки. Что она делает за палубой? Так, у меня есть виноград, кстати. Но виноград не мытый. Ой, как вкусный. А, сок реально вкусный. За 10 рублев я получила очень вкусный сок. Теперь виноград мой со вкусом доширака. Никогда так не делайте, отвратительно на вкус. Так, ну ладно, я думаю, трубочка мне с пола пригодилась именно для этого. Это будет моя импровизированная вилкой. Как достать лапшу? Я случайно взяла вилку и не хотела. Ой, давайте. Спасибо. Она чистейшая. Спасибо, спасибо. Кандидат медицинский. Спасибо. Мне дали вилку. Что-то произошло. Чудо. Мне дали вилку. Это ваше здоровье. Ну, собственно, как и утром, этот доширак оказался примерно таким же на вкус, только с говядиной. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, как угодно. Боже, сколько лет я об этом не говорила, я тут почему-то вспомнила. В общем, ставь лайк. И обязательно напишите, как вы думаете, кто же лучше потратил свою тысячу рублей. Я или тельняшка, ПС, у меня осталось 200 рублей.